всем салют дорогие друзья рад приветствовать вас на канале мега всековщина сегодня у нас будет обзор модели автомобиля так скажем из контрольной закупки одного интернет-магазина какой-то он очень неоднозначный взял небольшую партию моделей в данном магазине но как-то они через раз радует честно говоря то косяк то в принципе ничего ну взял модели побольше посмотрим что у нас тут получится сегодня у нас будет модель от фирмы motor max в таком более скажем скромном оформлении и надеюсь что это не подделка под motor max и не какой-нибудь но у него это мы сейчас посмотрим масштаб 1 24 сегодня у нас будет panthea firebird transarm 1999 года тачка классная посмотрим что она представляет якобы от данного производителя блестерок такой скажем не очень невзрачный черно-коричневых тонах и не на что не намекаю но тем не менее вроде бы motor max но опять же напрягает эмблему motor max все-таки оригинального и старенького она цветастая ну давайте посмотрим сзади просто тупо ничего нет тут у нас motor max лицензии вроде бы есть сзади как говорится это написать можно все что угодно не факт что здесь все по лицензии вообще что-то соответствует и так ну по коробочке ничего интересного пока что модель вроде бы выглядит неплохо но давайте все-таки достанем и посмотрим поподробнее что у нас тут внутри и так внутри по подиуму пока что все в принципе вроде бы выглядит неплохо есть пластиковый такой у нас вставыш на двух даже шурупчиках все как полагается модель выглядит в принципе пока что неплохо ну по поводу машины кстати давно за фаербердом так сказать это давно желанная модель была у меня на полочке наконец-то попалась хоть немного не та модель которую я хотел я хотел что-то постарей такой 70 года какого-нибудь 80 начинаем с малого как говорится давайте скрутим с постамента посмотрим все таки что у нас тут по качеству и так дорогие друзья упаковочка прям никаких претензий есть у нас тут 2 транспортировочных ленты на дверях и на капоте то есть по упаковке вообще никаких претензий нет в принципе автомобиль в целом целом выглядит очень даже неплохо по сравнению все же с тех уже печальным порошком 911 которым в котором был брак на браке то здесь все очень и неплохо и так но формат спать акт firebird 99 года транспорта покрасочка все ровно красивый такой темно-синий металлик я бы так сказал покрышки резиновые диски хромированные диски классные никаких пока что даже косяков нет ну возможно возможно не буду прям утверждать но это наоборот старая серия внутрь масса вот у данного магазина закуплена не знаю не могу сказать как говорится попадается откровенной халтурой брак попадается прям очень даже достойная модель скажем так и кстати у нас передние колеса поворотные ребята у нас есть штамповочка трансам сделано прикольно хотя не покрашена отдельного просто вы штамповочка такой цвет классный кстати никаких претензий нет поворочен поворотники покрашены передняя часть автомобиля очень даже неплохо смотрится тут у нас тоже красочкой отдельный элемент выделены но вот вижу первый косяк опять же вокруг обратите внимание знаю будет видно нет такие прямо заусенцы и немножко этих заусенцах краска непонятно как смещенные содраны не содраны но все это как-то неровно неаккуратно прокрашено и судя по всему красилась фара и по краешку ободочек закрасилась тем же серебряным цветом хотя вот эти вот точки артефакты тоже как-то не очень приятно смотрится есть эмблема центральной части форма здесь выдвижные на фары также есть штамповочка внешний вид конечно шикарнейший вид автомобиль очень такой агрессивный тачка обалденный в целом-то такие воздухозаборники классные опять же есть все читается ну по покраске вот претензий нет но кроме вот этих вот дух может быть это просто мелочок так по второй стороне здесь все в принципе аналогично мне тут есть косячок по покраске на крыле песчинки какие-то думаю хорошо видно ну возможно даже просто motormax качество такое длинное пошло не знаю если это новая серия или наоборот раньше не такие косячные шлепали ну ладно все таки так не по всей машине это мелко то есть не особо прямо критично влияет на внешний вид но тем не менее спойлер кстати обратить внимание обалденный в задней части ну тут у нас все шикарно просто сделано номер есть выхлоп сделан хоть и пластиком просто отливочкой задние габариты прозрачная вставочка классная внутри даже я не знаю будет вам видно нет есть там раз просвечивает скажем так фонари и эмблема сама firebird что у нас феникс на насколько я помню сделан классно багажник нас живут к сожалению не открывается номер присутствует калифорния . в целом . огонь давайте по нижней части посмотрим ухты нижняя часть здесь чертовски чертовски неплохая патяк firebird масштаб 24 99 года опять же сделано под лицензии возможно motormax кому-то продал права делать от своего имени моделью не знаю опять же как мы есть обратить внимание штампа motormax именно я нигде не вижу как и никакого другого штампа тоже нет даже не знаю что и предполагать но нищий автомобиль обратить внимание что здесь объемный движок у нас есть как показать судя по всему да практически объемный движок с кулерами с какими-то интересы где на сделано и в принципе сама нижняя часть автомобиля по детализации очень очень даже неплохо как вы видите ну прикольно так по открывашку кстати по верхнему виду что здесь классная аптека воздухозаборники на капоте дворнички вообще какие-то невнятные честно говоря что-то залито как-то их практически не видно крышу нас кстати сделано сточная пластиковой вставочкой тут же нас вроде бы на убираются наверно да хотя не буду утверждать честно говоря не знаю немножко напрягает свет салона потому что как скажем так как у детской игрушки дом заднюю стекло прям такой красиво на красиво и панорамной на вас открывашечка открываются двери так что у нас подарили дверные карты есть хоть и очень и очень примитивные кстати имитация зеркал сделано но это единая отливка с дверью наклеечки как бы есть двери как вы видите огромные такие вставочка есть дверной карты но ничего не покрашено не с этой ни с другой стороны по салону салон в принципе по детализации неплохо единственно что цвет мне не очень нравится колеса цеплен ходу бедно чуть-чуть но синхронизированы какой-то отклик есть но они вообще практически не поворачиваются так у прибор очки рубль имеется наклеечка есть приборной панели да наклеечки вроде бы присутствует детализация ну как-то так простовато честно говоря практически как обычные игрушки сиденья такие неплохие спортивные задний ряд даже в наличии есть хотя как там можно сидеть я мягко говоря не очень представляю машинка по сути дела крошечная ну салон есть такой никакой он сделал даже кстати есть зеркало заднего вида водительская даже наклеечка там висит ну неплохо хоть и ничего удающегося так должен еще открывать у нас по идее капот на него вся надежда с капотом точнее то что находится под ним тут прям такое двоякое мнение до движок у нас здесь объемный сделан очень даже неплохо скажу так даже сделан классно но цвет заодно с капотом это одна походу пластиковая отливочка такой серко серо-бежевый цвет даже то что движок объемный как видите на просвет даже там видно ну блин а почему движок то нельзя было черным сделать хотя бы каким-нибудь это есть отдельный элемент которые черным цветом выделены точнее черный пластик уже идет другая вставочка от салона ну были не знаю вроде бы сделан неплохо а с другой стороны стремновато как сейчас ну хорошая детализованная но больше как игрушка детская а не как скажем так коллекционной модель хотя полин автомобиль чертовски чертовски противоречивый по ощущениям нет . классные вопросов нет никаких вообще сделан отдельные элементы просто офигенно но другие так сказать нюансы в принципе столько же сколько и как минус так как минусов так и плюсов не знаю себе однозначно оставлю модель в целом-то офигенская на полке смотрится просто такая торпеда шикарная чем-то кстати subaru напоминает на переднюю часть конечно же это не она в целом если увидите по приемлемой цене думаю в принципе взять можно модель довольно таки симпатичная пока что косяки есть но не очень критичная в целом то есть к покупчики рекомендую автомобиль очень интересный а так дальше уже на ваше усмотрение ну и если есть возможность покрутить повертеть в руках чтобы осмотреть какое-то наличие или отсутствие косяков то лучше все таки посмотреть брал интернет-магазине то есть проверить не могу и кстати общая цвета другой красный заказу приехал почему синий но с цветами там вообще у них полный бред творится и по цветам мне все что заказано ничего такого цвета как его нужно не пришло ну как-то так работают на этом у меня все оставляйте ваши комментарии подписывайтесь на канал ставьте лайки и дизлайки кому что нравится как догадная критика приветствуется интересно ваше мнение почитать будет всем спасибо за просмотр до скорых встреч увидимся на канале ваше мнение почитать